Здравствуйте. Наверное, пора начинать. Я услышал кусочек лекции вашей. Прикольно. Я еще не провел вырок. А, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Надеюсь, вы успели отдохнуть за те ноль минут, чтобы у вас было перерыва. И мы продолжаем наш курс лекции по математике для одиннадцатого класса. Сегодня у нас занятие вроде бы номер семь. И занятие называется «Решение показательных уравнений». Приступаем. Надеюсь, вы посмотрели занятия, которые были выложены в сеть номер пять и шесть. Там, где мы рассматриваем, что вообще такое показательная функция, что такое степенная функция. Вы же посмотрели это. Скажите, пожалуйста, в чате. Меня же слышно, да? Это мало ли, не слышно я тут как-то. А кто-нибудь есть здесь? Нет, меня должно быть слышно. Ребята, вы здесь? А, вас слышно. Супер. Честно, я не смотрел, но ознакомлен с данной темой. Замечательно. Раз вы ознакомлены с данной темой, это значит, что мы продолжим. Мы кратко на предыдущем занятии рассмотрели, что вообще такое показательная функция. Ну, вообще, да, показательную функцию мы тоже рассмотрели. Степенная функция, что такое показательная функция. И когда мы познакомились с этим понятием, логичным шагом, будет перейти к решению уравнений. И следующее будет решение неравенства. Собственно, сегодня мы тренируемся решать уравнение. На той лекции, что была в прошлый раз, было показано, как решать уравнение графическим, ну, функционально-графическим методом. Он так называется. Сегодня познакомимся, как решать, вообще говоря, аналитически. И начнем с определения. Здравствуйте. Определение следующее. a в степени f от x, некоторая функция f от x, равно a в степени некоторой функции g от x. Называется показательное уравнение. где a должно быть больше нуля, обязательно a должно быть не равно единичке. Собственно, все определение очень простое. Мы просто ввели, что значит показательный уравнение. Дальше мы перейдем к одной теореме, достаточно простой. Оно следует как бы из определения. Я даже напишу так. a в степени f от x равно a в степени g от x, где a больше нуля и a не равно единице, равносильно уравнению. Давайте напишу руками, равносильно уравнению. f от x равно g от x. Собственно, все. Вполне себе простая теорема. Пока, так как мы не знаем, что такое логарифмы, ну, может быть, вы и знаете, но мы будем проходить их дальше. Мы будем рассматривать только в таком виде теорема, без доказательства. И рассмотрим кучу примеров. Сегодня у нас такой день примера. И начнем с первого примера. Выглядит он как 2 в степени 2х минус 4 равно 64. Мы хотим воспользоваться теоремой, которую только что написали. Ну, вообще говоря, и определением тоже. В связи с чем нам нужно представить левую и правую часть в таком виде, чтобы у нас были одинаковые основания у наших выражений. Ну, и разные показатели степеней. Ой, что-то офигнистый. 64. Здесь 4 заехало наверх у меня. Теперь мы должны понять, какую из частей нужно упрощать. Очевидно, нужно упрощать правую часть. Что такое 64? 64 – это 2 в какой степени? Шестой, да. Те, кто смотрели мою лекцию, наверное, помнили, как я случайно написал 2 в седьмой, а потом вспомнил и исправлял. Очень стыдно на самом деле. Я шестерку взял за степень двойки. Ошибка? Ну, ошибка, ладно, бывает. Заговорился. Еще главное посчитал, такой, да, 7. Вот, 2 в шестой. Далее мы просто пользуемся нашим определением. У нас в данном случае функция f от x, это есть вот 2x минус 4, g от x, это есть просто функция равная 6. И получаем уравнение 2x минус 4 равно 6. А что у нас получается? 2x равно 10, x равно 5. Собственно, все. Это и есть ответ наше уравнение. Ну, решение наше уравнение. И x равно 5 является ответом. Но это был простой пример. Мы будем постепенно усложнять наши примеры. Второй пример. Чуть-чуть сложнее. 1 третья в степени 2x минус 3,5 равно 1 делить на корень из трех. То же самое. Корень из трех можно представить как 1 третью в какой-то степени. В какой степени нужно представить 1 на корень из трех? Вопрос в аудиторию, если что. 1 вторая. Все верно. Ну, ничего принципиально не изменилось. Мы пишем, что 2x минус... Ну, 3,5 это что такое? Это 7 вторых. Минус 7 вторых равно 0,2. 2x равно 8 вторых или 4. x равно 2. Тоже достаточно простой пример. Пока все понятно? Можете ставить огоньки. Если огоньки, это да. Огоньки проще ставить, чем что-то писать в чат. Тем более, я так смотрю, сколько у вас хотя бы? Сколько там? Десятиклассников было? Вообще 50. У вас тут 32. 2, 3. Надеюсь, огоньки нельзя дублировать, иначе у меня статистика неверная. Третье уравнение рассмотрим. 5 в степени x квадрат минус 3x равно 5 в степени 3x минус 8. Можно дублировать? Можно? Или ты про какие-то уравнения здесь? Можно и сообщение, и огоньки. Здесь у нас сразу основания приведены к одному виду. Соответственно, мы можем сразу же записать, что x квадрат минус 3x равно 3x минус 8. Далее приводим это все к квадратному уравнению. x квадрат минус 6x плюс 8 равно 0. x равно 2. Только 2. Теперь дискриминант решает. Решаем наше уравнение. Дискриминант будет равен b квадрат минус 4ac. Это 36 минус 4, 2. Решаем. Находим, что у нас x1 равно 4. И x2 равно 2. Проверяем на всякий случай. Мало ли вы набрали на мне. 2. Похоже. 4. Похоже. Так. То есть у нас даже квадратные уравнения могут находиться в показателе степени. Точнее, в степени. Давайте следующий такой тип посмотрим уравнений. Мы назовем его 4. Уравнение выглядит следующим образом. 0,2 в степени x минус 0,5. Все верно пока. Делим на корень из 5 равно 5 умножить на 0,04 в степени x минус 2. Ну, давайте теперь опять-таки рассуждать. Как нам, к какому основанию нужно представить левую и правую часть? Ну, я вижу здесь корень из 5, слева и справа корень из 5. Поэтому давайте к нему и приведем. То есть к основанию 5. Рассмотрим левую часть. Левая часть состоит из некоторого одного умножителя умножена на другого. На другое. Другое. Сложный русский язык. Что такое 2 десятых? В степени x минус 0,5. Это есть просто 1,5. Получается, у нас левая часть переписывается следующим образом. 1,5 в степени x минус 0,5. Здесь я напишу вот так. Делится на корень из 5, который можно представить как 5 в степени 1,2. Делится на 5 в степени 1,2. Либо это то же самое, что он умножается на 1,5 в степени 1,2. А раз у нас умножаются два таких множителя, основания которых одинаковые, а показатели, то есть степени разные, то у нас степени там просто складываются. Ну, давайте это и запишем. Умножить на 1,5 в степени 1,2. 1,2 можно переписать как 0,5. Равно. Правая часть. У нас здесь пока пятерочку оставим. Мы вообще хотим все к пятерке привести. Просто мы потом левую часть преобразуем не к одной пятой, а к пяти. Просто минус добавим и перевернем. Что такое 0,04? Это есть 2,5 или 1,25. 1,25 это есть 1,5 в квадрате. Затем мы должны 1,5 в квадрате возвести еще в степень х минус 2. Это будет 1,5 в степени 2 умножить на х минус 2. Это просто повторяю для тех, кто не посмотрел лекцию. Как пользоваться свойственной степенью. Давайте пока так и запишем, хотя можно сразу упростить. Мы можем перевернуть нашу дробь, записав это как 5 в степени минус нашего выражения, что стоит вот здесь. Ну, это будет минус 2 умножить на х минус 2. Все. Опять в степени. Минус 2 на х минус 2. Это я сотру справа все. Такие промежуточные вычисления, которые удобно делать. Вообще их надо полностью выкладывать. Вам нужно все записывать. А я так. Для красоты конспект. Затем смотрим на левую и правую часть. Мы можем сразу увидеть то, что здесь у нас перемножаются множители с одинаковым основанием. Значит, у нас просто показатели складываются. Это значит, что у нас минус 0,5 и 0,5 сократятся. Останется просто 1,5 в степени х. Ну и мы хотим привести к пятерке. Получается 5 в степени минус х. Это левая часть. Вот эта вот штучка дала нам вот это. Справа же у нас 5 в степени минус 2 на х минус 2 еще умножается на 5 в степени единичка. Можно так написать. 5 в первой степени. Раз мы умножаем с одинаковым основанием, можем написать плюс 1. Вот, соответственно, здесь уже можно решать. Можно было, конечно, сделать и заменой. То есть объявить как 5 в степени чего-то там за х и решать ее дальше, за у. Здесь мы получаем, что минус х равно минус 2 на х минус 2 плюс 1. А минус х равно минус 2х минус плюс 4 плюс 1. Х у нас равно 5. Руслан молодец. Сказал, что это х равен 5. Вот, с этим мы разобрались, мне кажется. Давайте к следующему примеру пойдем. С этим все понятно? Солидарен. Солидарен с чем? К следующему примеру? Наверное. А, следующий пример. 4 в степени х плюс 2 в степени х плюс 1 минус 24 равно 0. Казалось бы, мы хотим привести уравнение к виду а в степени f от х равно а в степени g от х. И f от х, g от х приравнять с двух сторон. Но здесь-то мы не сможем это сделать, потому что у нас есть некоторый свободный множитель, минус 24. И 24 будет сложно. Во-первых, здесь сумма. Ну, ладно, разность, но как бы сумма с отрицательным знаком. Тогда здесь нужно использовать замену переменных. Чтобы ее сделать, нужно сначала свести все к тому виду, чтобы у нас можно было ввести некоторую переменную, и она была одинаковая для всех случаев. 4 в степени х удобно представить как 2 в квадрате в степени х. 2 в квадрате это 4, и еще это в степени х. 4 в степени х получается. А такая запись есть не что иное, как 2 в степени 2х плюс 2 в степени х плюс 1 минус 24 равно 0. Ну, и теперь мы перепишем наше уравнение, введя переменную новую, у, например, равная 2 в степени х. Чтобы вы понимали, что 2 в степени 2 в степени х равно 2 в степени 2х, и есть то же самое, что 2 в степени х в степени 2. Надеюсь, это понятно. Потому что у нас здесь же при возведении некоторого показательного выражения, которое является числом в некоторой степени, в еще одной степени, если мы его возводим, у нас эти показатели степени перемножаются. Вот у нас получилось 2х. Соответственно, можем их поставить вот так или вот так. Понятно. Хорошо. Ну, и введя такую переменную, мы получаем, что у нас уравнение следующее. у в квадрате плюс, что у нас такое 2 в степени х плюс 1. 2 в степени х плюс 1. Есть не что иное, как 2 умножить на 2 в степени х. У нас двоечка просто сносится сюда. Ну, или как 2 в первой умножить на 2 в степени х. Ну, здесь получается плюс 2. Я напишу пока, ну, ладно, сразу. 2 умножить на 2 в степени х, это есть у, минус 24, равно 0. Дальше решаем. Дискриминат. Ох, господи, дискриминат будет больно. b квадрат 4 минус 4ac. А, он равен сотке. Удобно. Это 100. Соответственно, у 1, 2 будет равен минус 2 плюс минус 10 делить на 2. Это, следовательно, у 1 будет равен 10 минус 2, это 8. 8 делить на 2, 4. у 2 это минус 12 делить на 2, минус 6. Я и сам могу решать здесь. Не, ну, хорошо, что вы подсказываете. Это круто. Молодцы. Вот. И теперь нам нужно проверить наши корни. Я напомню, что у нас у равно 2 в степени х. И это выражение не может быть отрицательным. У него область допустимых значений от 0 до плюс бесконечности. Кстати, 0 не включая. Это получается, что во втором случае у нас 2 в степени х равен отрицательному числу. А это просто невозможно. И этот корень нам просто не подходит. Вот так вот я нарисую. Ну, а первый случай вполне себе подходит. Почему нет? Следовательно, у нас 2 в степени х равен 4. А 4 можно представить как 2 в квадрате. И вот мы пришли к нашему виду, которого мы желали. А в степени f от х равно А в степени g от х. И мы видим, что х равен 2. Все. С этим разобрались. Замена переменных очень важная вещь. Ну да. То есть на данный момент мы уже умеем решать тремя способами. Первый – это функционально-графический. Второй – это уравнивание показателей. Вот этот вот. Точнее, вот этот метод мы делали вот так. И третий метод – это замена переменных. Собственно, это третий метод, который мы будем использовать при решении уравнений. И даже систему уравнений. Поэтому давайте будем усложнять. И страдать. Ладно, страдать не будем. Тут все не сильно сложно. Максимум запутаться можно. Но это не критично. 2 в степени 2х плюс 2 корня из х в квадрате минус 2 минус 5 умножить на 2 в степени х плюс корень из х в квадрате минус 2 и под корнем еще минус 1 равно 6. Третий метод как будто короче. Как будто бы да, но не всегда срабатывает. Ты можешь вести замену, сделать замену переменной, но уравнение у тебя просто не подойдет под это. Такое тоже бывает. Но сейчас мы рассматриваем, кстати, именно замену переменных. У нас же х там плюс. Да, я напишу, что это плюс. Я уже, к сожалению, все спалил. Но какой метод нужно здесь использовать, чтобы решить это уравнение? Сразу скажу то, что функционально-графический метод здесь будет представлять только муки. И мы будем страдать, чтобы нарисовать. Да, очевидна замена. Потому что мы видим, что у нас показатели степени имеют очень схожий вид. И давайте рассмотрим их отдельно. 2х плюс 2 на корень из х в квадрате минус 2. А второй выглядит как х плюс корень из х в квадрате минус 2. Ну и минус 1 еще. Там же минус 1. Минус 1. Мы можем сказать, что ввести замену такую у будет равно х плюс корень из х в квадрате минус 2. Да, вполне себе замена. Тогда первое выражение. Как у нас преобразуется? не просто вот такую замену, а у равно 2 в степени этой штучки. Тогда первое выражение, первое слагаемое у нас будет просто у в квадрате. Можно проверить. Если мы возводим вот эту штучку в квадрат, то мы получаем здесь двоечку и здесь двоечку. То есть в точности вот это выражение, наше первое слагаемое. Ну, в смысле 2 в степени вот этой штуки. Теперь со вторым рассматриваем. У нас есть еще множитель минус 1. Ну, здесь нужно будет добавить, значит, минус 5 умножить на что? Минус 1 не забываем. Пишем ее на 1 вторую. И умножить на наше y. Равно 6. Ну, или мы запишем минус 6 равно 0. Вот решаем теперь такое уравнение. Так, здесь что у нас? Дискриминант. Есть b в квадрате минус 4ac. b в квадрате это 25 четвертых. Минус 4 плюс 6, 24. Это будет равно чему? Здесь у нас будет 80, 96. 96 плюс 25. Сколько будет? 96 плюс 25 четвертых. Вот так вот. Это будет 110, 121. 121, отлично. 121 четвертая. Соответственно, у нас y, да, 1, 2. Есть минус b. Это 5 вторых. Плюс-минус корень с дискриминанта. Это 11 вторых. Делить на 2а. На 2. Это равно. Ой, следовательно. y1 у нас будет равен чему? 5 плюс 11, 16 вторых. Это 8. 8 делить на 2. 4. y2. Его даже на самом деле можно не считать. Потому что мы видим, что у нас 11 вторых по величине, по модулю, больше, чем 5 вторых. Это значит, что 5 вторых минус 11 вторых будет отрицательное число. А если оно отрицательное, это значит, что мы уже не можем его использовать. Никаким образом. Потому что у нас 2 в степени любого числа должно быть больше нуля. Больше нуля. Вот так вот. Это значит, что второй корень нам не подходит. Ну и очень несложно найти ответ. Следовательно... А, ну, очень несложно. Мы еще не дошли до него. 2 в степени х плюс корень из х в квадрате минус 2. Есть 4. 4 это 2 в квадрате. Пользуемся нашим определением. И записываем. х плюс корень из х в квадрате минус 2 равно 2. Я напишу сразу 2 минус х. Здесь х уберу. Далее решаем, возводим в квадрат. Мы уже решали уравнение с корнями. Получаем х в квадрате минус 2. есть 4 минус 4х плюс х в квадрате. Х в квадрате у нас благополучно и счастливо сокращается. Мы получаем, что 4х равен 2. Так ведь? Нет, не 2. 6. Сотрись. О, 6. Переносим туда. 4 плюс 2, 6. Все, да, все правильно. А х равен 3 вторых. Ну, 6 четвертых, 3 вторых. Можете, конечно, подставить, посмотреть в ответ. Ну, мне кажется, звучит как ответ. Да и мы делали все последовательно правильно, так что х равен 3 вторым. Так. Ну, поехали дальше. А, кстати, во сколько у нас перерыв? Скажите мне, пожалуйста. В 12.40 мы начали. В 40 же. Или в 45. Я не помню. В 13.25. Ну, мы успеем еще одно уравнение решить. А вы пока напишите, во сколько у нас перерыв. Следующее уравнение будет с ловушкой. И такое очень сильно любят давать на каких-нибудь эксаменах. Корень х-овой степени из 64-х минус корень х-овой степени из 2 в степени 3х плюс 3 плюс 12 равно 0. Здесь нужно помнить, что у нас х – показатель корня. Именно корни. А когда мы вводили определение корня, мы говорили, что у нас показатель корня х должен быть, во-первых, больше нуля, а во-вторых, он должен быть натуральным. Ну, то есть 2, 3, 4 и так далее. Натуральный. Вот что так? От 2. Что ж, ну а далее, как только мы зафиксировали это, мы не забываем это, потому что иначе возникнут проблемы при вычислении. Мы уже сводим все, что мы сейчас делаем, к знакомым видам. Очевидно, у нас нужно будет воспользоваться заменой, потому что есть 64, 2 в какой-то там степени и плюс 12. То есть у нас нельзя будет просто схалявить и слева и справа посмотреть на выражение, чтобы у них одинаковое основание. Придется делать замену. Тогда я предлагаю свести все это к чему-то. Сначала будем расписывать все на простейшее. 64. Что это такое? Это 2 в шестой. Ну, это будет 2 в шестой и корни из x, корни x из степени из этого всего. Это будет, значит, 2 в степени x делить на 6. Но мы помним, что у нас на x такие ограничения. x больше 0, x натурально вообще говоря. Минус 2 в степени 3x плюс 3. Еще и корни x степени. Это будет 2 в степени, ну, можно записать как 3x плюс 1 делить на x. Так? Так. x номинатель, он же... Ой, да, да, простите, пожалуйста. Я просто описался. 6 делить на x, верно. И плюс 12 равно 0. Теперь мы можем заметить, что у нас здесь очень удачно складывается, что данная дробь разбивается на 2 дроби. Первая у нас просто избавляет от x. А вторая дает 1 на x. А точнее 3 делить на x. Здесь 6 делить на x. То есть в квадрате. В квадрате там уже перемножаются степени. Тогда я записываю. 2 в степени 3 делить на x в квадрате минус... Я отдельно запишу, чему это равно. 2 в степени 3x плюс 1 делить на x. Это есть 2 в степени 3 умножить на 2 в степени 3 делить на x. Так, так. Потому что при сложении 3 плюс 3 делить на x у нас будет что? 3x плюс 3 делить на x. А это есть то же самое, что 3 на x плюс 1 делить на x. Ну, а теперь считаем дальше. Минус. Вот здесь продолжаем. 2 в третьей это 2, 4, 8. Это мы запомнили. Умножить на 2 в степени 3 делить на x. Специально выделю. Плюс 12 равно 0. Введем переменную y равно 2 в степени 3 делить на x. Это можно стереть. Получаем y в квадрате минус 8y плюс 12 равно 0. Дискриминант равен b в квадрате 64 минус 4ac минус 48. Это равно 2, 5, 16. И в знаменателе он же показатель корня. Да, спасибо, еще раз. Получается y1, 2. Это есть минус b. 8 плюс минус корень из 16. Это 4. Делить на 2. y1 у нас равен чему? 8 плюс 4. Это 12. 12 делим на 2. 12 делим на 2. 6. y2, 8 минус 4. Это 4. 4 делим на 2. 2. Получается, у нас получается система из двух уравнений. Вообще не система, а просто два уравнения. Первое дает нам, что 2 в степени 3 делить на x есть 6. А второе дает нам 2 в степени 3 делить на x равно 2. И здесь мы должны кое-что понять. Мы хотим свести нашу, например, по первому уравнению, свести нашу шестерку к виду 2 в степени чего-то. То есть 6 равно 2 в степени чего-то. И для этого нам придется изучить следующие темы, тем не менее. Но мы точно можем сказать, что 2 в степени чего-то вот этого, то, что будет находиться в показательной степени, не будет являться натуральным. То есть мы сводим вот сюда. Оно не является натуральным. И значит, это решение нам уже не подходит. Но мы его и зачеркнем. Простым языком это можно сказать так. В какую степень нужно возвести двойку, чтобы получить 6? Мы можем перебирать, конечно, 2 в квадрате это 4, 2 в третье это сколько? 8. Вот как-то между 4 и 8 нужно попасть. Соответственно, тут точно не полтора. Вот. И это проблема. Но мы от нее избавились просто потому, что у нас есть условие на x. Он должен быть натуральным и больше нуля. Ну, хорошо. Теперь мы знаем, что 2 в степени 3 делить на x равно 2 в первой. Следовательно, 3 делить на x равно единичке. Следовательно, x будет равен 3. И проверяем. x больше нуля? Ну, 3 больше нуля. Натуральный? Да, 1, 2, 3. Натуральный. Все, это наш ответ. Просто? Сложно? Нормально? Вы здесь? Ну да, ну, нам нельзя сейчас пока логарифма касаться. Мы его еще по программе не изучили. И тем более, несмотря даже на то, что... Да, вроде понятно. Несмотря на то, что мы не изучили логарифмы, мы можем сделать вывод, что данное утверждение, данное уравнение не подходит. И корень данного уравнения не даст нам ответа. Потому что здесь в любом случае x не будет никаким целым. Натуральным, я повторюсь. Основное тоже с логарифмом мы еще пройдем. Логарифмические уравнения еще интереснее. Там один свой софт-логарифм вам придется учить. О, их минимум 11. Дальше можете придумать сколько угодно. Один вопрос задам. Перерыв мы устраиваем в 20 минут. Или в 25. Или во сколько вообще? Во сколько вы хотите перерыв? Вы хотите перерыв вообще? Вы здесь? Как угодно, мне все равно. Ну, давайте в 25 устроим на 10 минут. От балдысков. В 25 минут. Ну, давайте тогда попробуем успеть решить систему уравнений. А, мы так хорошо. Говорю за себя. Хорошо. Система уравнений будет следующая. 2 умножить на корень из 2 в степени х плюс у равно 16 в степени 3х минус у. Систему уравнений тоже очень часто используются в всяких экзаменах. Все привыкли работать с уравнениями с одной переменной. Добавляют 2, все пугаются. А если 3 добавят, так вообще страхи убегают. И здесь у нас 9 в степени х плюс у минус 3 в степени х плюс у равно 72. Что ж, перед тем, как решать, я предлагаю, скажем, упростить эти выражения. Потому что иначе будет слишком сложно. Я прям вижу, что во втором уравнении из этой системы уравнений очень хорошо зайдет метод замены. Мне кажется, вы тоже это заметили. А вот что в первом происходит? Ну, очевидно, там будет второй метод. Там, где мы смотрели через равенство показателей степеней. Но как он пока пройдет, мы еще не знаем. Поэтому давайте упростим. У нас везде есть степень двойки и какие-то показатели. Поехали. Корень из двух, это значит, что мы должны поделить на двойку в степени, ну, в показателе. Мы записываем как х плюс у деленное на 2. Отлично. Еще мы умножаем на двоечку. Это значит, что мы должны добавить к этому выражению единичку плюс 1. Равно 16 в степени 3х минус у. 16 это 2, 4, 8, 16. 2 в четвертый. Соответственно, мы записываем как 2. Я вот тут пока отдельно запишу. 3х, ой, 2 в четвертый и в степени еще 3х минус у. Это значит, что мы должны перемножить четверку и вот это выражение. Это будет 2 в степени... Ну, давайте запишем. 12х минус 4у. Ну, вот это будет 2 в степени 12х минус 4у. Отлично. Первое выражение упрощено. Второе выражение. Ну, давайте тоже его слегка упростим. Это можно представить как 3 в степени х плюс у в квадрате. Понятно почему? Ну, там, 9 это 3 в квадрате. А 9 в степени х плюс у это 3 в квадрате в степени х плюс у. 2х плюс у умножаются. Получается 2 на скобку х плюс у, а затем я х плюс у заношу внутрь, а двойка оставляю снаружи. Если что-то непонятно, пожалуйста, говорите. А то вы молчите так качественно. Я думаю, ну, все понятно. Вот. Далее минус 3 в степени х плюс у. Мне все понятно. Хорошо. Ну, и минус 72 сразу запишем. Равно 0. Ну, вот эту систему с двух уравнений уже значительно проще решать. Предлагаю начать с первой. Первая система уравнений выглядит... Ой, первое уравнение. Мы видим, что у нас основания одинаковые. Значит, должны показатели с степенью быть одинаковые из теоремы, которую мы выявили раньше. Ну, мы записываем. х плюс у пополам плюс 1 равно 12х минус 4у. Ну, хотелось бы как-то упростить это выражение. Ну, давайте упростим, да, реально. К общему все знаменательства приведем. Получается х плюс у плюс 2 минус 24х плюс 8у делить на 2 равно 0. То есть, что я здесь делал? Я сначала домножил двоечку на эту единичку. Вот она. Затем я принес 12х на лево. Минус 12х. И умножил на 2. Получилось минус 24х. Затем я минус 4у принес на лево. Это будет 4у. И умножил на 2. 8у. Ну, эта двоечка уйдет. Потому что мы можем обе части уравнения домножить на 2 и не потеряя никаких корней. Вот. Теперь немножечко упростим это. Все, что связано с х и с у, разносим. С у у нас что связано? 9у. Давайте так запишу. 9у минус 23х. Ну, там, плюс 2. Равно 0. Вот наше первое уравнение. Теперь рассмотрим второе уравнение. Здесь нужно... Это вот решение для первого. Это первое. Это второе. Рассмотрим решение для второго уравнения. Перепишем его. Хотя можно сразу сказать, что пусть у нас y будет равно... Ладно, не y. y занято. z равно 3 в степени x плюс y. Тогда мы получаем новое уравнение. z в квадрате минус z минус 72 равно 0. Дискриминант b в квадрате минус 4ac 72 на 4 умножаем. 8 и 20. 280. Короче, это равно 289. Корень чему равен из 289? Какой-нибудь там, не знаю, 17. Что-нибудь такое. 17. Да. Тогда z1, 2 есть минус b, это единичка, плюс-минус 17 делить на 2. А у нас равно единица, да. z1, z2 равно 1 плюс 17, 18. 18 делить на 2, 9. Ну, второе можно даже не рассматривать, потому что он будет отрицательным. Единица минус 17, это уже минус 16. Вот, минус 16 делить на 2, это сколько там? Минус 8. Минус 8 нам не подходит, потому что у нас 3 в любой степени должно быть больше 0, а тут у нас меньше. Соответственно, решая вторую часть, мы получаем, что 3 в степени x плюс y равно 9, или можно написать как 3 в квадрате. Второе уравнение у нас будет x плюс y равно 2. Ну, и теперь просто выражаем одно, подставляем во второе, находим одно, подставляем в предыдущее. Здесь, ну, чтобы меньше умножать, лучше выразить, чему равен y. y у нас равен 2 минус x. Подставляем его в предыдущее. Получаем 9 умножить на 2 минус x минус 23x плюс 2 равно 0. 18 минус 9x минус 23x плюс 2 равно 0. 23 плюс 9 это 32x будет равен 20x. x будет равен 20-30 вторых. Да. Или... Ладно, давайте запишем полностью. 20-30 вторых. Или то же самое, что 10-16. Или то же самое, что 5-4. Ой, что-то я много разъявил. 5-8. Ну, этому нам хватит. Вот это у нас есть x. Ну, и y отсюда находим как 2 минус 5 восьмых. Это есть 16 минус 5, 11 восьмых. Это равно y. Так же. 16 минус 5, 11. Ну, собственно, вот наш ответ. Так, отлично. Сейчас 20... Сколько там? 7 минут. Давайте я вот так перелесну. 13, 27. И 13. Ну, вообще нормально будет, если мы сделаем 37. Вперед 10 минут. Пойдет? Пойдет. Пойдет. Но больше я не дам. Так много. А заканчиваем мы вообще во сколько-то. Надо вспомнить расписание хотя бы. Так. Тайм-аут. Здесь важный момент был тем уравнением, когда мы вот это рассматривали. То у нас корень должен быть натуральным. На таком частенько ловят. Потому что потом, когда вы научитесь работать с логарифмами, вы можете попасть в трудную ситуацию. Что вы будете решать уравнение, которое, во-первых, сложно решается, а во-вторых, решение которого не имеет смысла вообще. Чего еще у нас такого здесь сложного было? А все остальное, в принципе, простое. И задачи, которые я потом присылаю, они тоже не сильно-то и сложные. Вообще, видите, кстати, задачи, которые я присылаю? Их там уже должно быть шесть. Я стараюсь делать так, чтобы, во-первых, задачи обязательно были связаны с темой лекции. И еще... А вы нам присылаете задачи? Ну, как бы, это есть некоторый список задач, которые вы решаете. Если вы решаете их, вы за каждую задачу получаете баллы. И если вы набираете очень много баллов, то это помогает вам при поступлении. Вот. Я так понял, вам... До вас они не доходят, да? Проблема. Где-то они точно выкладываются. Я, к сожалению, сейчас точно сказать не могу. Но они есть. Можете уточнить, где вы про проверку на посещаемость? Такая есть? Ну, там... После каждой лекции одиннадцатому... А, вот, тесты на посещение. Они так называются? Ну, хорошо. Там всегда вроде бы девять заданий. Вот. Там, где девять заданий. Вот это вот тест на посещаемость, видимо. Хорошо. И этот тест я стараюсь всегда делать так, чтобы первые задачи были, ну, такими, простыми. А затем все сложнее, сложнее, сложнее. Ну, чтобы хотя бы какой-то конкурс устраивать. Иначе как по-другому. Вот. Когда мы коснемся логарифмов, там последние задачи, поверьте, будут сложными. Я постараюсь. Но там всегда не с вариантами ответа. На самом деле у меня был выбор дать вам варианты ответа или написать как-то... Это после каждой лекции? Да, это после каждой лекции. Был выбор либо сделать с вариантами ответа, либо чтобы вы вводили какое-то число. Ну, там число, ответ. Я всегда указываю, как нужно вводить. А можно спросить, за один правильный пример, сколько баллов рассчитывается? Пока я не знаю. Ну, в первом приближении это один правильный ответ, а один балл. Скорее всего так. А так как там в каждом тесте всегда одинаковое количество задач, то есть за каждый тест, наверное, можно получить девять баллов. Вот. Ну, девять задачи, девять баллов. Вроде просто. Так и есть. Хорошо. Такс, у нас буквально несколько секунд осталось. Счет на секунды. Торопимся. И шесть баллов – это нормально? Это нормально. Вполне себе. А вам сразу результаты говорят, да? Я просто не знаю. Я не могу зайти в вашу систему от имени учеников. Ага. Сразу говорят. Ну, шесть баллов – это вполне хорошо. Продолжим. Следующий пример, он, как я уже сказал, больше на понимание. Не только следующий «е», а все следующие примеры на понимание. И скорее на работу даже с аудиторией. Вопрос такой. Уравнение следующее 2 в степени х равно 3 в степени х. Как такое решать? Можно сразу, на самом деле, назвать ответ. Но с помощью логарифмов. Опять-таки, про логарифм пока рано говорить. Потому что мы еще их не прошли. Вы еще их не прошли. Я, к сожалению, уже прошел. Жизнь делится на два этапа. До логарифмов и после логарифмов. А х равно нулю. Да, это правильный ответ. 3 в нулевой степени равно единичке. 2 в нулевой степени равно единичке. Но это можно понять также еще и с графиков функции, показательной функции. Здесь, если вспомнить, как он выглядит, то выглядит он как-то вот так. Так, это единичка. Х, это у. Например, это 2 в степени х. Для 3 в степени х у нас график будет выглядеть вот так. Он быстрее будет нарастать в положительной полуплоскости. То есть, когда х больше нуля, он быстрее растет, чем 3 в степени х. Но и быстрее убывает в отрицательной полуплоскости. Когда х меньше нуля, он быстрее близится к нулю. И даже на где-то очень далекой бесконечности, где они почти совпадают, они все равно отличаются. Между ними есть какое-то расстояние. Оно очень маленькое, но оно есть. И они там функции не равны. Соответственно, для данного случая нужно понимать то, что решение у нас только одно. Х равно нулю. Точки пересечения. Вот это вот. Давайте какой-нибудь похожий пример рассмотрим. 20. Ладно, давайте запишу. 25 в степени х равно 7. Это не z, это 7. В степени 2х. С одной стороны, очень хочется сделать следующее. Представить, как 5 в квадрате. 5 в квадрате в степени х равно 7 в степени 2х. А здесь, преобразовав левое, можно сказать, что это 5 в степени 2х равно 7 в степени 2х. И здесь, не поверите, та же самая ситуация. У нас здесь тоже будет ответ равен нулю. Да, вполне себе логично. Тоже, исходя из графиков, можно даже, исходя вообще из определения показательной функции. Так, это к тому, что у нас могут быть показатели степени одинаковые, но основания разные. И тогда нужно обращаться вот к этому способу. Первый пример показывал, что у нас разные основания, но одинаковый показатель. А хотя здесь второй такой же, кстати. третий, да и все последующие, я не буду я вставшись там писать, например, 1 третья в степени 2х равно 8 в степени х. У нас разные основания, также они будут пересекаться только в точке 0. Поэтому, я думаю, с этим типом задач понятно. Смотрите на основание данного выражения. Оно должно быть одинаковое, чтобы пользоваться нашими методами. И теперь попробуем порешать что-нибудь с параметром. Например, при каких значениях параметра а уравнение имеет, можно обе части поделить на один из множителей, множители сторон, и получится дробь равна нулю, поэтому решение 0. Ну, например. Да, так, в принципе, тоже можно сделать. Фактически это не сильно отличается от нашего решения предыдущего. Следующее, еще раз повторю. Уравнение следующее. 2 в степени х равно а. При каких а уравнение имеет корни? А неизвестно. Уравнение имеет корни. Тоже, на самом деле, вопрос в аудиторию. Какие должны быть значения а, чтобы у нас... Ладно, скажу еще раз. Уравнение имело корни. Не хочу просто сразу говорить, как это можно аналитически решать. При а больше нуля. Да, это верно. Опять-таки, это можно смотреть из зависимости, точнее, графика функции показательной. У нас значение а... Больше нуля, все верно. Значение а можно представить, как некоторая функция g от x равно а. А функция, если равна какому-то числу, это значит, что независимости от x, она будет равна этому числу. Вот x там, например, там единичке равен, или там двоечке. Это будет просто прямая параллельная оси абсцисс, оси x. Соответственно, мы ищем такое а, при которых у нас эта прямая пересекается. И это будет только тогда, когда у нас функция показательная наша вообще будет определена, на самом деле. А определена она только в верхней полуплоскости. Соответственно, а у нас должно быть больше нуля. Давайте посмотрим следующий пример. Он очень похож, но здесь надо тоже на понимание. При каких значениях параметра а уравнение имеет корни? 8 в степени 3х плюс 1 равно а плюс 3. Здесь желательно сначала немножечко упростить левую часть, потому что строить график функции 8 в степени 3х плюс 1 не очень хочется. Он как бы не сам приятный. На самом деле он просто смещение по оси x и растяжение, точнее сжатие по оси x тоже. Не критично. Но, тем не менее, если не хочется этого делать, мы представляем, что 8 – это 2 в третьей. И все это в степени 3х плюс 1. Это можно представить как 2 в степени перемножается. 9х плюс 3. И равно это все а плюс 3. Такое у нас сравнение. Здесь у нас график 2 в степени 9х плюс 3 будет смещен на 3 влево. Ну, на самом деле на 1 третью влево. И растянут. Но что это нам дает? Нам дает только то, что у нас график будет проходить не вот так, а как-то вот так. Соответственно, у нас в любом случае прямая y равно a плюс 3, а это просто число. Это может быть 6, 12, минус 8, какое-то число. То есть мы ищем вот это вот пересечение. Все равно будет только в тех местах, где у нас определена эта функция. А эта функция монотонна. Монотонна – это значит, что она монотонно возрастает. То есть постоянно увеличивает свое значение. И получается, опять-таки, у нас получается выражение, что a плюс 3 должно быть больше нуля. ну и отсюда мы находим решение, что a должно быть больше минус 3. Не более, не менее. Вот наш ответ. Перейдем к следующей задаче. Какая у нас следующая задача вообще? А, вот. корень третьей степени из 3 в степени x равен минус a. При каких значениях a у нас будет вообще решение? Ну, здесь нужно воспользоваться тем, что мы можем корень представить как в степени 1 третий. Ну, конечно, под коренное выражение мы должны быть больше нуля. А 3 в степени x всегда больше нуля. Соответственно, это будет 3 в степени x делить на 3 равно минус a. и все то же самое. 3 в степени x делить на 3 это график функции 3 в степени x только растянутый в 3 раза по оси x. Можете по точкам построить и увидеть, что это действительно так. И тогда мы должны просто опять-таки посмотреть на определение нашей показательной функции. область допустимой значений у них, у нее, это и у них, есть x больше нуля. То есть от нуля до плюс бесконечности. Только там функция где-то проходит. И мы должны найти такое число, у нас там какая-то вот такая функция, такое число минус a, чтобы оно находилось вот здесь. Соответственно, минус a должно быть просто больше нуля. Ну и a получается меньше нуля. Вот и все. Пекс. Ну и давайте еще вот такой рассмотрим примерчик. Одна вторая в степени x равно a в квадрате. Может, здесь? Здесь. Здесь все то же самое. У нас одна вторая в степени x. Ну, график, правда, уже у нас будет немножко другой. Потому что мы можем представить одну вторую в степени x как 2 в степени минус x и будет равен a квадрату. 2 в степени минус x будет просто идти в обратную сторону. Соответственно, далее мы должны найти такое число a a в квадрате, которое будет пересекать. Мы говорим, что у нас a в квадрате опять-таки по аналогии должен находиться в верхней полуплоскости. Ну и пишем a в квадрате больше нуля. А как решать такое неравенство? При каких a у нас a в квадрате будет больше нуля? Это вопрос в аудиторию, если что. Почти верно, Анна. Почти верно. Потому что у нас здесь строгое неравенство. Если a у нас будет равно нулю, то любых неравных нулю. Вот это правильный ответ. Если a у нас будет равно нулю, то a в квадрате равен нулю, тогда у нас не подойдет под неравенство. Ну и получается, что a у нас принадлежит от мин в бесконечности до нуля в объединении с нуля до плюс в бесконечности. То есть мы просто можно еще записать так. a принадлежит r за исключением нуля. Ну с показательными. такими уравнениями мы немножечко поработали. Ну и давайте на оставшееся время мы будем решать систему уравнений. У нас как раз осталось сколько? 20 минут. Вполне хватает. Первая система уравнений. х2 в степени х плюс у равен 16. 3 в степени у равен 27 в степени х. Ну сразу что хочется сделать это первое уравнение представить как 2 в степени х плюс у равно 16 как степень двойки. 2 в 4, 8 в 16. 2 в 4. Нам сразу первое уравнение дает дополнительное, которое выглядит как х плюс у равно 4. очень легко. Со вторым уравнением это то же самое. 3 в степени у равно что такое 27? 27 это 3 в 3. 3 в 9, 27. На всякий случай напишу. 3 в 3 и в степени х это будет то же самое что 3 в степени 3х. Это я удалю. 3 в степени 3х. Ну а сегодня мы находим что у нас одинаково основания. Показатели должны быть равны. у равно 3х. Ну и подставляем. х плюс 3х равно 4. Следовательно х равен единичке. И отсюда у равно 3. Ответ у нас точка 1 3. Это ответ. Ну давайте чуть сложнее посмотрим. Надеюсь все понятно. это вроде элементарно. Мы посложнее только что решали. Следующее уравнение будет таковым. 0,5 в степени 3х умножить на 0,5 0,5 в степени у равно 0,5 2 в степени 3х это система уравнений умножить на 2 в степени минус у равно 32 здесь минус с одной стороны хочется в первом уравнении основание 0,5 представить как нормальную дробь то есть сколько это 1,2 но на самом деле этого даже можно и не делать можно работать даже так так и запишем получается 0,5 в какой степени здесь у нас перемножается вот этот множитель и этот множитель основания у них одинаковые значит у нас складываются показатели 3х и у другое пишем 3х плюс у равно 0,5 в первой степени отсюда мы сразу получаем уравнение 3х плюс у равно единице второе уравнение здесь конечно хотелось бы представить двойку в общем по аналогии сначала левую часть опять-таки основания у них одинаковые складываем показатели 3х плюс минус у это будет 3х минус у и равно 2 в какой степени 32 это 2 4 8 16 32 2 в 5 да получаем 3х минус у равно 5 ну отсюда давайте выразим у единица минус 3х подставим его сюда следовательно 3х минус 1 плюс 3х равно 5 следовательно 6х равно 6 и х равен единичке отсюда мы получаем что у равен 1 минус 3 минус 2 точка у нас получилась 1 минус 2 вот наш ответ а нельзя сложить у а о я пока не знаю что значит у а у а уравнение а эти два да можно и сложить это как вы любите решать систему линейных уравнений это не проблема потом универе научатся более сложным способом как решать огромную систему уравнений там тысячи переменных это интересно но не в нашей не в нашей не наша задача в данный момент третий пример они правда простые все попались ну ладно 5 ну как минимум вы отработаете то что вы будете делать в домашнем 5 в степени 2х минус у есть 125 4 в степени х минус у равно 4 ну поехали 5 в степени 2х минус у равно 125 это 5 в какой 3 5 25 125 5 в 3 3 спасибо здесь 4 в степени х минус у равно 4 в первый составляем систему 2х минус у равно 3 х минус у равно единичке можно выразить что у равен х минус 1 2х минус х плюс 1 равно 3 х равно 2 d естественно отсюда у равно 1 1 ответ ответ у нас будет 2 1 ну а давайте тогда последнюю системку порешаем 0,6 0,6 в степени х плюс у умножить на 0,6 в степени х равно 0,6 очень похоже 10 в степени х 10 в степени х умножить на 10 в степени у равно 0,01 1 в степени минус 1 0,0 ну попробуйте решить что ли первое уравнение у нас очень хорошо преобразуется в следующее 0,6 в степени х плюс у плюс х ну или 2х плюс у равно 0,6 ну в первой степени здесь у нас получается 10 в степени х плюс у думаю понятно почему надеюсь понятно почему равно 1,00 в степени минус 1 1,00 это есть не что иное как 10 в минус 2 степени ну 100 это 10 в квадрате единица делить на 10 в квадрате это будет 1,00 значит 1,00 в степени минус 1 это будет 10 в минус 2 в степени минус 1 мы должны 10 ну показатели перемножить это минус 2 умножить на минус 1 будет 10 в квадрате записываем у нас здесь получается 2х плюс у равно единичке х плюс у равно двоечке у равно единице минус 2х х плюс 1 минус 2х равно двум следовательно х равно минус 1 у равно 1 плюс 2 3 вроде да минус 1 3 вот такой вот ответ а вам вообще видно да, видно ну, систему уравнения я точно вам подсуну куда-нибудь туда на решение надо будет только придумать как сделать так чтобы вы записали ответ а то это будет сложно так у меня примеры а у меня примеры закончились давайте из головы придумаем какой-нибудь в стиле да, господи ладно, 17 хотя ладно, это 17 в степени 3х минус у равно 17 в квадрате скучный пример а что-нибудь посложнее давайте, например какой-нибудь, который мы уже почти решали 1 9 в степени минус 2y равно 27 в степени 4x так, конечно, мы запаримся а, нет, не запаримся умножать кстати, возможно, это решение не имеет уравнений потому что на языке лады а может и имеет сейчас проверим значит, ну, первое уравнение у нас очень дает очень быстро дает правильный ответ 3x минус y равно 2 это новое уравнение нам дает теперь второе давайте попреобразуем 1 9 что такое 1 9 это 1 3 в квадрате теперь, если мы возводим 1 9 в степени минус 2y это мы должны 1 3 в квадрате в степени минус 2y это есть 1 3 в степени перемножаются минус 4y ну, или то же самое, что 3 в степени 4y переворачиваем левую часть мы знаем 3 в степени 4y равно ну, а 27 в степени 4x это есть 3 9 27 3 в 3 в степени 4x будет 3 в степени 12x ну, мы получили 3 в степени 12x далее вообще, я здесь записываю 4y равно 12x или что то же самое, что y равно 3x можно подставить его сюда получаем, что 3x минус 3x ну, как я удачно подобрал, конечно равно 2 ответа нет ну, да, сейчас нужно дойти до этого мы получаем, что у нас 0 равен 2 это значит то, что у нас при любых значениях x и y не выполняется это равенство если вы найдете где-то у себя в решениях такое выражение то, что у вас одно число равно другому что там 7 равно минус 2 если это так это значит, что при любых значениях x у вас система не имеет решения я прям случайно подобрал их удачно так это значит, что ответа ну, нет вообще ответа нет записывается вот так множество пустых решений типа нет решений нет ответа хорошо ну, давайте на 5 минут какой-нибудь параметр попробуем решить а параметр будет связан с предыдущим каким-нибудь простеньким 2 в степени x например равен что-нибудь такое надо важно сделать ну, 3 в степени вам нельзя делать потому что мы еще не знаем логарифм какой-нибудь давайте посмотрим при каких параметрах 2 в степени x будет меньше либо равен а это простейший случай опять-таки если нарисовав вот эту зависимость 2 в степени x это у нас единичка мы должны выбрать такое а при котором у нас функция 2 в степени x будет ниже этого а если мы выбираем вверху то у нас не получается просто потому что в любой точке вы выберете а, например, равно там 2 мы увидим то, что да, хорошо вот здесь до точки пересечения функция ниже, чем а но далее функция возрастает тогда обратный случай а если мы возьмем какое-нибудь отрицательное а вот здесь здесь у нас будет только а и функция у нас там не определена не то, что не определена она просто будет выше вот она функция она лежит выше все ее значения по y они выше чем это значение значит если брать 0 то мы знаем что у нас 2 в степени x строго больше 0 соответственно вообще ни при каких а у нас здесь не будет решения то есть а у нас тоже опять-таки пустное множество это понятно я не знаю вот здесь еще нет ну тоже как бы а подлежит там понятно тогда у нас осталось вообще говоря 3 минуты я могу еще придумать пример какой-нибудь но а это бесконечность но функция 2 в степени x тоже определена ну в смысле когда у нас величина этой функции то есть само 2 в степени x она тоже там бесконечна нельзя сравнивать бесконечность вообще есть некоторое правило сравнения я сказал нельзя сравнивать бесконечности но на самом деле это в некотором вроде можно делать сейчас объясню в каком представим как у нас ведут себя функции разного вида первая функция как корневая кстати ответ на ваш вопрос нет если а мы равняем бесконечности то как бы у нас функция там тоже бесконечная есть и как только вы возьмете а бесконечность какую-то одну можно всегда добавить к ней единичку и там будет тоже функция поэтому нельзя так функция которую мы уже изучили логарифм мы еще не знаем пока что но мы уже знаем что такое корневая функция и она со временем будет расти то есть с увеличением нашего аргумента x у нее постоянно будут расти значения y но расти будет достаточно медленно тогда мы можем рассмотреть какую-то степенную функцию например ну не знаю x то простейше возьмем x в первой степени и y равный x в первой степени просто y равный x растет быстрее чем корневая зависимость это видно то что до одному значению x какому-то соответствует ну во-первых разные значения y это логично это разные функции а во-вторых у нас для одного значения x функция которая линейная растет быстрее чем корневая это значит что в пределах которые вы проходили уже это может пригодиться затем мы можем рассмотреть показательную функцию теничка может не самый удачный цвет конечно ну не знаю там 2 в степени x здесь масштаб наверное соблюден он точно не соблюден вот но 2 в степени x например какая-то показательная а в степени x она будет расти еще быстрее чем даже степенная поэтому при x стремящихся бесконечности будет справедливое утверждение что у нас корневая функция будет меньше чем степенная функция степенная это что это x в степени n n может быть вообще любым 2 3 15 минус 17 вторых давайте напишу не n а r и это будет меньше чем показательная функция этого может пригодиться в будущем когда вы будете рассматривать асимптотику каких-либо выражений так у нас до 2 10 если я помню и мне кажется пора заканчивать так что спасибо за внимание я надеюсь вам все понравилось в следующий раз сделал миллион примеров чтобы не пришлось выдумывать из головы примерок где решение является пустое множество ну кстати он был очень показательным это так в свою защиту скажу показательным типа тема лекции показательное уравнение простите это очень плохая шутка на этом мы заканчиваем нашу лекцию спасибо что вы присутствовали и если есть вопросы я пока еще здесь сижу можете задавать я где-то еще минуту сижу пока-пока пока наверное нужно каждый раз представляться в начале своей лекции я забываю это делать все понятно вопросов нет спасибо за урок пожалуйста спасибо за урок спасибо за лекцию спасибо за занятие лекции урок занятие так много вариантов до свидания 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 до свидания